Витвы рыбы, которые мы можем здесь встретить, это зубатка. Скорее всего, увидим ее на крупных голых камнях, лежащую там в свернутом виде, либо на каком-нибудь склоне к каменистам. Также можно увидеть ее ходовую, переходящую с одного места стоянки на другое, то есть над листьями ламинарий, либо над теми же россыпью камней. Но зубатка очень редкая, и это такая большая удача взять ее здесь. Субтитры делал DimaTorzok Хочу сказать и предупредить об опасных челюстях и зубах рыбы зубатки. Рыба очень сильная, как телом, так и челюстями. Они предназначены для прогрызания панцирей крабов и крошения ракушечника, которым в основном и питается зубатка. Поэтому перекусить палец или другие части тела человека ей не составляет никакого труда. Поэтому сразу же после выстрела, соблюдая максимальную осторожность, держая ее подальше себя, максимально быстро умиршляем ее, только после этого пересаживаем на кукан или передаем на берег помощникам, друзьям своим. Наградила нас Норвежское море деликатесом, зубаткой, крупной, немелкой, хорошей зубаткой. То есть отведаем сегодня одних из фаворитов по вкусовым качествам. Помимо трески, которые мы настреляли, будет у нас еще и зубатка. Конечно, рыба опасная в плане перекусывания различных частей тела. Надо, конечно, сразу умиршить, чтобы не создавало помеху в дальнейшей охоте. Поэтому лучше перепилить позвоночник за головой, чтобы вообще без вариантов было. Все, рыба умиршлена, обездвижена. Мы видим, как один из методов охоты активный поиск во время сплава. Я заметил крупную треску, попытался подойти к ней, так, чтобы не спугнуть, но она все-таки заметила и ушла в ближайший куст. Ничего страшного. Я также пошел за ней, приблизился, замер за кустом. Гарпун, дождавшись, когда она высадится с другой стороны, выйдет на чистое место, сверху куста произвел в нее выстрел. Но выстрел был немножко на грани расстояния. Гарпун не пробил полностью рыбу, а только зашел флажком внутрь тела. Поэтому, в виде эту ситуацию, и то, что рыба ушла в следующий куст и попыталась запутаться лень, мы не стали предпринимать каких-то активных действий, как-то вытягивания рыбы при помощи ленья, вырывания ее из кустов, а спокойно просто всплыл, отдышался и спокойно опустился вниз по ленью, нашел рыбу, дослал гарпун, чтобы пробил полностью ее, и уже после этого, выпутав предварительное ружье, достали рыбу из кустовой минарии. Ну вот, что-то похожее издалека на трофеи появилось в нашем сегодняшнем улове. Треска. Ох! Такого подсвета океанское уже. Не те желтенькие, которых мы брали. Ну, вот такая, скажем так, более-менее приличный экземпляр. Да. Ну, такой вот уже. Ох! Ну, вот надо порадоваться за наших новичков в Норвежском море. Ребята взяли сайду, и сайду неплохую, вот для этого залива. Ну, во время очередного прилива, здесь он наступает два раза в сутки, вот заходит океанская рыбка. Вот это сайда. В принципе, вариант такой неплохой, конечно. Килограммчик и два там с небольшим есть. Итак, итоги первого нырка первого дня. Норвежское море не обманывает. Оно всегда подтверждает наши ожидания. И в этот день, в этот час, то же самое отблагодарил у нас хорошими трофеями. Может быть, не совсем трофеями, но хорошей добычей. Вечером, я думаю, будет хороший ужин. У нас сегодня отличный улов. Для первого дня мы поймали три разновидности рыбы. Это треска, это сайда, это зубатка. Вот мы сняли филе и, соответственно, сейчас мы замаринуем и будем готовить его на углях. Берем соль, присаливаем, перчик и лимончиком поливаем. Складываем. Рыбу мы замариновали. Сейчас она полежит 15-20 минут, промаринуется. Мы сейчас приготовим угли и на решетке будем жарить ее над углями. Жареная рыба на углях, это очень вкусно. И мы надеемся, вам понравится. У нас три сорта рыбы. Все на решеточке. Пожалуй, начинаем. Это действие. Секрет, конечно, есть небольшой. Но, во всяком случае, всем рекомендуем кожу обязательно оставлять. И начинать с кожи. Буквально, чтобы прошел разогрев такой внутренний, так сказать, да? А потом резко переворачиваем, и так, чтобы сачок, висок оставался как бы под кожей, да? И паром там все это обрабатывается, жарится. Вот так вот. О! Все. Почаще переворачивать, что мы и делаем. Скорее всего, обратите внимание, внешний вид. Это у нас зубатка, треска и сайда. Видите, треска? Она уже, так сказать, практически, ну, более у нее такое нежное видное мясо. Это все-таки поплотнее, а сайда, скорее всего, самая плотная. Поэтому вместе их, наверное, лучше не готовить гриль. Но мы же экспериментируем. Поэтому надеемся, что результат все равно будет отменен. Ну что, в принципе, 15, ну, максимум 20 минут. В принципе, уголюшки такие средненькие были. В принципе, рыба готова. Так что... Господа, не по-норвежски, а по-русски скажу. Рыбка готова. Класс. Зубатка. Это треска и это сайда. Всем приятного аппетита. Продолжение следует...